Ремонт одной из старейших школ Ленинского района жители ждали десятилетия. В этом году у школы юбилей 80 лет. Круглую дату здесь отметят в обновленных классах. Хочется обещать, что это все будет надолго, что это будет держаться еще долгие-долгие годы, потому что такая школа оставляет такое впечатление большое. И хочется, чтобы дни, приходящие здесь, были таким же яркими, как и на вот эти стены. У нас у Пустникова достаточно смешанные чувства при возвращении домой, потому что... и грусть, и радость, конечно же. Радость от того, что преобразились стены нашей школы, но грусть, потому что нам осталось здесь учиться совсем недолго. Учительница начальных классов Наталья Морозова рассказывает, что в стенах этой школы прошло ее детство. Вспоминает свои школьные годы и представить не могла, как все преобразится. Для меня это как родной дом. И сейчас и мне гораздо интереснее, и детям. Вот сегодня дети пришли, у них и глаза горят. И им интересно все узнавать новое. Мы будем вместе и доски новые изучать, потому что для меня это уже сейчас немножко новое оборудование. У нас такого не было никогда. Просторные коридоры, современные кабинеты, интерактивные доски и, конечно, роботы. Теперь на уроках скучно не будет никому. Из этих деталей можно сделать базовую роботокаретку. Можно сделать так, что он будет издавать звуки, например, ну, звук, например, машины. Больше всего в школе рады новому оборудованию. Благодаря современной экологической лаборатории ученики смогут проводить исследования воздуха, воды и почвы. Детям это нужно знать, потому что они должны видеть, как изменяется, во-первых, окружающая среда, в какую сторону она изменяется и безопасна ли она. Есть какие-то изменения, которые могут повлечь какие-то нежелательные, может быть, последствия для здоровья. Или наоборот, все замечательно и хорошо. У нас появились класс робототехники, появились цифровые лаборатории. Принципиально новое решение принято в Кабинете безопасности и жизнедеятельности. Там тоже будут и шлемы виртуальной реальности, и цифровое оружие для сдачи норм ГТО. Отремонтировать школу удалось после встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с президентом Владимиром Путиным. Именно после этого было принято решение на выделение федеральных средств на ремонт нижегородских школ. В этом году планируется выполнить ремонт в 155 детских садах на общую сумму 500 миллионов рублей. А общий объем финансирования госпрограммы развития образования в Нижегородской области составит почти полтора миллиарда рублей. Имея в виду наши результаты по демографической повестке в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы. И нам нужно быть к этому готовыми, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах. Иначе у нас не только мы не ликвидируем третью и вторую смену, они у нас будут нарастать. Поэтому нужно делать это сейчас. Сейчас с 15 по 17 год на капитальный ремонт тратилось в 10 раз меньше, чем мы заложили с 18 по 23 летка. Всего на выполнение работ в школе 123 было выделено 115 миллионов рублей. Почти 32 миллиона рублей дополнительно было выделено на закупку оборудования в рамках направления Эконариум и сетевого взаимодействия с Кванториумом. Также в рамках региональной программы в области отремонтируют более 60 школ и 150 детских садов. Что касается этой школы, то получилось символично, что уроки в обновленной школе начались в год 75-летия Великой Победы. Во время Великой Отечественной войны тут располагался Эвакогоспиталь. И по словам губернатора, очень важно, чтобы сегодняшние ребята помнили о славных страницах прошлого своей школы, но в то же время могли учиться в нормальных условиях. Анна Колпаева, Дмитрий Засухин. Время новостей. Дмитрий Засухин.